Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодня поговорим еще раз о набившей оскомину теме или не теме, а человеке Александре Стенькине. Забыли мы эту тему и забросили, в принципе, там осталось место для того, чтобы разбираться только правоохранительным органам. И мы думали, что, ну, конечно, раз вышел материал такой разгромный на федеральном канале о том, как этот гражданин просто кидает половину города, когда ввязываются какие-то схемы, при этом все оказывается безнаказанным у него, все это сходит, как с гусь и вода. Но в феврале мы увидели, что на данного товарища заведено еще одно уголовное дело. Рассматривалось оно мировым судом. И вот, наконец, 16 марта было вынесено решение и буквально на днях оно было опубликовано. Итак, о ком мы говорим? Достаточно просто в интернете набрать Александр Стенькин, и вы поймете, сколько публикаций, средств массовой информации уделяли этому гражданину. Перейдем к свежей информации, да. Значит, у этого гражданина, как мы знаем, есть погашенная судимость, там в 16-м году также уголовная статья у него была. И сейчас, на данный момент, у него действует еще не погашенная судимость. В 2022 году суд вынес решение, что по статье 159 УК, часть 3, Александр, значит, совершил хищение путем обмана чужого имущества, совершенной в крупном размере. Там сумма идет 440 тысяч рублей. Ну, грубо говоря, простыми словами, Александр продавал поддельные дипломы некой организации, которая усомнилась в законности этих документов и обратилась в органы АБЭПИК. Вот, там его приняли с поличным, меченые купюры, и у него, что он заработал, да, ему дали 2 года условно. Вот, то есть он ходит на свободе под уголовной статьей. То есть, что мы понимаем под этим, что любое уголовное преступление, которое он совершит в этот период, и товарищ и гражданин должны отправиться исполнять, то есть отбывать свое наказание уже в места не столь отдаленные. И каково наше было удивление, когда мы увидели то, что Александр Стенькин проходит по, значит, мировому суду, ну, тоже уголовное преследование там было открыто. И вот результат этого заседания. Суть разбирательства была в чем? Что Александр Стенькин прописал в принадлежащей ему, или в принадлежащей ему квартире некого гастарбайтера, так скажем, да, заведомо, зная о том, что человек там проживать не будет, наверняка взял какую-то сумму денег с этого человека, и вот этот факт вскрылся. Давайте прочитаем то, что есть в определении суда. Итак, вот, мировым судьей вынесен обвинительный приговор, вынесен уже, в отношении жителей города Балакова. Ну, мы поняли, что Александр Стенькин. 13 марта 2023 года мировым судьей судебный участок номер 5 города Балакова Саратовской области рассмотрел уголовное дело в отношении Стенькина АА. Обвиняемое в совершении преступления предусмотрено статьей 323.3, часть 3 Уголовного кодекса Российской Федерации. И суд установил, что в марте 2022 года к Стенькину обратился гражданин Таджикистана с просьбой поставить его на учет по месту пребывания. Ну, как мы уже сказали, на что, как пишет суд, реализуя свой преступный умысел Стенькин АА, осознавая, что гражданин Таджикистана не намерен фактически проживать по месту постановки на учет 23 марта 2022 года, в рабочее время путем обращения в обособленное подразделение МФЦ, коротко, в городе Балакова Саратовской области, и будучи предупрежденным специалистом указанного учреждения об уголовной ответственности за фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации, фиктивно поставил на учет по месту пребывания иностранного гражданина в квартире, распороженной в городе Балакова. Ну вот что самое интересное, по данной статье, еще раз напомню, 323.3, предусмотрено наказание, штраф от 100 до 500 тысяч рублей, доходы, то есть штраф в виде дохода от заработка в течение трех лет, либо лишение свободы, то есть никаких там других вариантов нет, хотя мы понимаем, что судья может вынести и меньший штраф на свое усмотрение в связи с какими-то там смягчающими обстоятельствами. Давайте почитаем, какое решение и какое заключение вынес наш суд. В судебном заседании подсудимый Стенькин вину в совершении указанного преступления не признал, то есть со следствием не сотрудничал, не признал. При назначении наказания судом учтены смягчающие наказания обстоятельства, отсутствие отягчающих наказания обстоятельств, а также данные, характеризующие личность подсудимого. Приговором суда Стенькин АА признан виновным в совершении преступления, предусмотрен статьей 323.3 Уголовного кодекса Российской Федерации. И ему назначено наказание с применением статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Статья, которая вообще не предусматривает 20 тысяч рублей, там минимум от 100 до 500 идет, ему судья выносит 20 тысяч рублей. А давайте еще раз прочитаем, почему смягчающие обстоятельства какие-то есть. При назначении наказания судом учтены смягчающие наказания обстоятельства, отсутствие отягчающих наказания обстоятельств. Понимаете? А также данные, характеризующие личность подсудимого. То есть в суд он, скорее всего, предоставил какую-то липовую характеристику. Прокурор, который представлял интересы обвинительной стороны, был обвинителем. Прозевал это, что ли? Или вообще халатно отнесся к этому вопросу? В итоге они рассмотрели, что Саша Стенькин со своей какой-то организацией принес там липовые характеристики, где он пряничный и пушистый. Они даже не заглянули в базу уголовных преступлений или даже не вышли на сайт суда. И, соответственно, в материалах дела это не фигурировало. О том, что он является нынешним уголовником, потому что у него непогашенный судимый. И из-за такой проступок он должен сейчас отправиться просто за решетку. Они выносят ему 20 тысяч рублей. Вы мне говорите, что этот товарищ какой-то простой? Господа. И вот, исходя из этого, коротко, я обращаюсь к суду. Ну, к суду уже поздно, он вынес решение. Вот у прокуратуры, я так понимаю, до 26-го есть время подать апелляцию. Быть несогласным с решением суда. Если вы профуфырили вот этот момент, господа прокурорские, вы меня простите, я к вам вот так обращаюсь. Но вы свою работу не выполнили вообще никак. Вы людей за меньшее преступление отправляете надолго и навсегда. А тут человек просто весь город знает. Не то, что знает, уже законно подтверждено, что он уголовник. И он находится под условным. Вы ему находите какие-то смягчающие обстоятельства. Смягчающие обстоятельства. Характеристика у него хорошая с работой. С какой из 40 работ поддельных у него хорошая характеристика? В Ульяновской области, что он где-то не появляется несколько лет учителем. То, что он у государства миллион взял. То, что через его организации проходят астрономические суммы отмывающихся каких-то денег до сих пор. И налоговые все молчат. И вы это находите смягчающими обстоятельствами. И то, что он в суды обычных людей таскает за какое-то там незаконное обогащение. Слава богу, в этот раз пострадавший выиграл этот суд. Вот кто главный мошенник, вы его не сажаете. Вы не оберегаете наше общество от таких вот красавцев. В кавычках. Я обращаюсь просто к прокурору Саратовской области, Филипенко. Исправляйте эту ошибку. Я не знаю как. Но вы настолько вот сейчас по колено просто в грязи. Я не знаю, кто выступал на стороне там в прокуратуре. Но пусть может Семен Дмитриевич из Местев посмотрит. Что у него за сотрудники такие, которые спустя рукава смотрят на материалы дела. Не пробивают даже человека. Они обвинителями выступают. Они даже не видят, что он уголовник под действующей статьей. У него не погашенной судимости. У него и даже не то, что судимость не погашена. Еще сейчас их натворит много. Это вы как работаете? Все, у меня все.